Продолжение следует... На слайде представлена основная схема реализуемых в настоящее время технологических переделов по замыканию ЯТЦ. Первый технологический передел — это долговременное централизованное хранение АЯТ. Представляет из себя централизованный комплекс водоохлаждаемого хранения и сухих хранилищей АЯТ, энергоблоков с реакторными установками АСРБНК и ВВР. Далее это передел, это переработка АЯТ, это опытный демонстрационный центр по переработке АЯТ и фабрикация сборок МОКС и РЕМИКС. В настоящее время в рамках ФЦБ созданы и введены в промышленную эксплуатацию на полное развитие комплекса сухих хранилищ АЯТ. Вот сейчас на слайде вы можете увидеть площадку завода ГХК, где вот эти два здания — это сухие хранилища АЯТ РБНК, введены в эксплуатацию в 2012 году. Причем сейчас мы эти два здания эксплуатируем в промышленном режиме и динамику по увеличению рейсов я покажу на следующем слайде. Значит, вот это здание, это здание сухое хранилище АЯТ ВВР-1000, это здание построено было в 2015 году и в 2016 году, в декабре, первые восемь сборок переведены с водоохлаждаемого хранилища, это вот это здание, на сухое хранилище АЯТ. Два слова про саму инфраструктуру. Итак, на слайде приведено водоохлаждаемое хранение АЯТ. Этот объект был введен в эксплуатацию в 1985 году. В 2011 году, в 2012 году была проведена большая работа по реконструкции этого объекта. По этому объекту были созданы дополнительные модули отсеки хранения, увеличена уместимость этого объекта, по этому объекту увеличена сейсмичность. И сейчас этот объект по шкале МРЗ выдерживает максимальное расчетное землетрясение до 9,5 баллов. И в 2015-2016 году проведена работа по обоснованию продления срока эксплуатации этого объекта еще на 30 лет. Важно отметить, что в связи с переходом концерна «Росэнергоатом» на новые топливные циклы, это 3,5-1,5-18-месячный топливный цикл, переход на теплоуделяющие сборки с удлиненным топливным столбом, была проведена работа по этому объекту и обоснована и подтверждена Ростехназором возможность долговременного хранения АЯТ на данном объекте, всех модификаций сборок АТВС в ВВР, как старых, так и новых, из новых топливных циклов. Безопасный срок хранения на этом объекте от 30 до 50 лет. Ну и необходимо отметить еще, что данный объект у нас эффективно эксплуатируется и используется не только для размещения, на хранение сборок с российских атомных станций, но и в том числе это работаем вплотную и с Украиной, и с Болгарией. В Болгарии в настоящее время рейсов у нас нет, но с Украиной мы ежегодно по 5-6 рейсов осуществляем. На слайде приведена динамика по увеличению числа рейсов с топливом РБМК, тысяча с реакторных установок РБМК. Данный объект, еще раз, сухое хранилище АЯТ РБМК, это вот эти два здания, введены в промышленную эксплуатацию в 2012 году, и проведена определенная работа, и если мы в 2012-13 году осуществляли по 3-4 рейса, то сейчас у нас в 2017 году мы вышли уже на 12 эшелонов в год, плюс один эшелон, это вывоз некондиционного топлива на переработку на ВГУППО МАЯК, и технологически у нас есть условия для того, чтобы по количеству рейсов их увеличить до 16-18 рейсов в год. На слайде на этом приведен вид нового ТУКа, ТУК-137Д, испытание которого проводится на ВГУППО ХК. Вообще нужно отметить, что работа по внедрению новых ТУКов всецело поддерживается в ГУППО ХК, и работу эту мы проводим. Также необходимо отметить, что в настоящее время используемые ТУКи, ТУКи-13, проведена работа по продлению срока эксплуатации этих объектов, и срок эксплуатации ТУКов-13 у нас продлен на 10-15 лет. Ну и дополнительно по ним проведены обоснования, которые показали, что эти ТУКи также можно использовать для транспортировки топлива в основах топливного цикла, в том числе удлиненный топливный столб. Ну и, наверное, основное событие, которое у нас произошло в 2017 году на площадке изотопно-химического завода, это то, что в ноябре, с 1 ноября 2017 года, мы ввели в опытно-правомышленную эксплуатацию пусковой комплекс опытно-демонстрационного центра по переработке АЯД. Вот на слайде вы можете увидеть реальную ОТВС, которая 1 ноября была перегружена из мокрого хранилища ХОТ-1 на ОДЦ. По этой сборке выполнена операция по отрезке головки и хвостовика, и в настоящее время производится потвельная разборка ОТВС с фрагментацией ТУЭЛов. Основу технологических решений, которые используются на ОДЦ, это использование так называемого процесса волоксидации, объемное окисление диоксида урана, перевод его в формул за икси-окси, при котором у нас происходит отгонка трития, и это приводит к решению одной из главных экологических задач при переработке АЯД, это минимизация и исключение жидких радиоактивных отходов. Ввод в эксплуатацию ОДЦ на полное развитие, это 2021 год, производительность этого объекта 250 тонн в год, но сейчас мы с проектной организацией, это Элерон Атомпроект работаем, в части того, что технические решения, которые закладываются в проект и в оборудование, они позволяют при незначительной доработке отдельных узлов получить производительность до 400 тонн в год. Полное развитие ОДЦ это 2021 год, и объект на перспективу будет позволять осуществлять переработку АЯД реакторных установок ВВ-1000, АТВ зарубежного дизайна, МОКС, Ремикс и БМ. На слайде представлена информация, что помимо технологических переделов по хранению и переработке АЯД, сейчас на комбинате проводится работа по созданию производства и опытно-промышленному освоению производства МОКС-топлива. Также в планах у нас и сейчас эта работа активно продвигается по созданию в горных выработках производства, по созданию ремикс топлива, ремикс сборок, о которых сегодня уже было много сказано. В целом, площадка ГХК в перспективе позволит осуществлять такие технологические операции, как централизованное хранение сборок, переработка АЯД и фабрикация топлива. Причем, оказывать в комплексе пакет как для установок для реакторов на тепловых нейтронах, так и для БН-800, БН-1200 и для ТВ зарубежного дизайна. На этом доклад окончен.